Это лучшая Лига мира и в 23 туре здесь тульский Арсенал играет против астраханского Волгаря. Ну и хочется верить, что такая же прекрасная трибуна хотя бы одна у нас сегодня будет, как вот эта трава на тульском стадионе, вроде бы готовая ко всем капризам сегодняшней погоды. Ну что, поехали. Первый тайм начался и сразу Волгарь с мячом. И действительно, похоже, что газон располагает сегодня к техничному футболу. Это приятно. Так что пересечения есть, но они скорее дружественные, не вызывающие никакого свиста. А после момента вот сейчас мог Арсенал забивать, но подставить голову на дальней штанге не получилось после того, как скидывал Максим Кайнов. Вот дальше уже надо включаться по-настоящему. Не на кого подавать. Бродит Дмитрий Барков в районе 11-метровой, но его держит хорошо. Дальний удар – это здорово. Вот это отличная попытка. И неужели мимо просто мяч пролетел? Нет, угловой будет. Я так понимаю, что Адольевский мяч достал. Очень непростой удар для него с отскоком от газона. Вот здесь нарушение правил. Нарушенная Скачева. Взмывает мяч на штрафной. Удар рядом со штангой. Снова Волгарь отскакивает. Ну и снова офсайт. Снова офсайт. Арбитры, по-моему, вновь флажок подняли. Ну там точно должен быть офсайт, потому что минимум три футболиста Арсенала были ближе к воротам Волгаря, чем к ближайшей защитник. Ну, видимо, не хватает движений впереди. Нужны какие-то, наверное, действительно какие-то оригинальные действия. Вот примерно вот такие. Может быть, дальний удар. Вот, пожалуйста. Гилаян. Он это умеет. Удар, ну, не самый опасный в этом матче. Были два более интересных, когда тоже классно играл Даня Ладоевский. Сейчас угловой. И продолжается эта серия угловых только с левого фланга. Нет ведь моментов, нет идей, как нужно это делать. Что нужно для того, чтобы забить. Да, вроде бы неплохо сейчас. Ну, неплохо. Но это не удар даже акцентированный какой-то. Это так попуточка. Иван Бахар как раз таки был и догнал здесь мяч сложный. Сергей Ткачев, который уже уходил. Да, не опасно, да, не сильно для Ладоевского. Но, тем не менее, хоть что-то. Подбор за Волгарем. Надо бить отсюда. Или подавать. Ну, там, подача и мяч сверху падает на ворот. Но они играли с одним из лидеров в гостях и не дрогнули. У Арсенала будет 40. И это значит, что Махачкалинская Динамо имеет все шансы выйти на чистое первое место. Химки, напомню, проиграли. Знаешь, Паш, им очень доволен Сергей Павлов. Он сейчас прямо вот рукой сделал такие три движения, взаимно победными, что вот оно, то, что мы сегодня хотели. Субтитры сделал DimaTorzok